Александр Васильевич Зимин основал клуб резьбы по дереву более 20 лет назад. Поначалу мастерская располагалась в деревянном доме на улице Урицкого, а в 1997 году Александр Васильевич получил под проведение уроков дом по улице Новослободской. Из тех самых пор здесь ребята под руководством своего наставника обучаются азам деревянного зодчества. Обычно в группе собирается около 15 человек, и что немаловажно, занимаются дети совершенно бесплатно. Кстати, помимо школы, мастерская уже давно превратилась в настоящий музей. На стенах висит коллекция масок шаржей знаменитостей, которая, по словам Александра Васильевича, насчитывает больше трех сотен штук. Вот, в частности, Куклачев, Попов, Олег Попов, Хазанов, Никита Михалков. Кстати, прийти и посмотреть на работы рязанского резчика и его учеников можно абсолютно бесплатно. Однако, некоторое время назад над городским клубом резьбы по дереву нависла угроза. Была комиссия, созданная, конечно, гордумой, которая пришла, все это дело, обследовали этот дом на предмет его, будем говорить, прочности и безопасности. Значит, я считаю, что, да, действительно, дом требует капитального ремонта на некоторых участках этого дома. Вот, администрация идет навстречу, она предлагает мне новое, любое другое помещение. Ну, в смысле, разговор такой был, предложения были такие конкретного, не было сказано, где, что. Но, тем не менее, они ищут и найдут, если необходимо. Но мы хотели бы остаться в этом доме, здесь мы давно, давно-давно и привыкли, нас люди знают. Капитальный ремонт столетнего дома, как считает руководитель клуба, действительно нужен. Необходимо заделать трещину на фасаде, поменять крышу и заново провести электропроводку. Сейчас занятия по резьбе временно приостановлены. Тоже сделали предложение такое, что мы своими силами попытаемся отремонтировать этот дом. И, естественно, потом, сейчас пока приостановлено обучение детишек. Ну, такое предложение мне поступило, что я всех оповестил, всех, кто, ребята, ходили сюда на занятия, они поняли ситуацию. Так что, ну, вот, как только мы сделаем, отремонтируем это все, опять будет комиссия. И я думаю, что все будет нормально, и мы будем жить и радовать и себе, и людей. Средств на ремонт, конечно, не так много. Однако спасти клуб просто необходимо, ведь резьба по дереву – это как сохранение традиций народного зодчества, так и передача навыков и приемов мастерства молодому поколению. Да и к тому же выставку музея деревянных фигурок ежегодно посещают множество горожан. Помимо этого, резная мастерская Александра Зимина запросто может стать центром привлечения в том числе и туристов. В общем, причин для функционирования городского клуба резьбы по дереву значительно больше, чем для его простоя.